Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре, на мой взгляд, в наших широтах не очень распространенный пишущий инструмент. Это ручка от американской компании Monteverde и называется она Innova. Это лимитированное издание, по крайней мере так оно позиционируется производителем. И я думаю, что вообще не все знакомы с компанией Monteverde, которая находится и производит свою продукцию в Америке. Значит, ну сразу скажу, что речь идет о компании, входящей в перечень брендов, принадлежащих Яфа. Ну, Яфа это куча брендов, в том числе, например, Конклин, за приобретение которого мы должны быть благодарны, потому что, по сути, они из небытия возродили важный исторический бренд. Ну, а Monteverde компания молодая, в 99 году основанная и производит она ручки всех видов. Ну и, в частности, вот к своему двадцатилетию выпустила она вот такую интересную внешнюю ручку. И вначале я ее буду описывать и делать по ней обзор, а в конце дам один важный комментарий, который может вас обескуражит, а может наоборот. Значит, смотрите. Перед нами ручка выполненная из карбонового волокна. Ручка достаточно увесистая. Ну, для сравнения, вот здесь Montblanc 146. Ну, чуть-чуть его буквально несколько миллиметров покороче. Совершенно прямой баррель и такой же прямой колпачок. Волнистый клип и ручка отделана, я думаю, что это нержавеющая сталь. И есть у нее некоторые интересные, на мой взгляд, с точки зрения внешнего вида решения. Ну, сразу скажу, что вот это под пеликан сделанное навершие клипа с логотипом Monteverde. С одной стороны, выглядит достаточно интересно, с другой стороны, может кого-то раздражать, что ли, своей похожестью на пеликановские изделия. Здесь колечко с гравировкой Monteverde с логотипом компании. 20-летие гравировка. И вот здесь, на заднем торце барреля, мы видим название линейки Innova и Limited Edition таких ручек 1999 по году оснований компании. У меня 577. Такая ручка в России, я не знаю, продается или нет. Я купил ее с сайта Брайана Гулле, который является дистрибьютором Monteverde. И скажу так, некие проблемы я поимел с ее доставкой, потому что она была в перечне большого заказа на 200 плюс евро и пришлось ее растаможивать. То есть я понес дополнительные расходы. Но такая ручка сейчас на сайте стоит порядка 52-55 долларов при оригинальной исходной цене 65. Ну и за такие деньги очевидно, что речь будет идти о ручке со стальным пером. Перо выполнено достаточно неплохо в смысле качества полировки вот этой тыльной части. Хотя, на мой взгляд, два раза нанесенный излом вот на этом логотипе, символизирующем горы, да, Monteverde, это немножко избыточно. Monteverde USA. Здесь мы также видим гравировки еще раз Monteverde, то есть, да, два раза название бренда. И перо размерности F на вот таком стандартном вполне современном фидере. Секция. Секция прямая с небольшим вот этим сужением колечка, которое защелкивается в колпачок. Как уже понятно, колпачок здесь защелкивается одним движением, также легко снимается и надевается на задний конец барреля. Надевается он с таким характерным щелчком. Мне даже вначале показалось, что там есть что-то типа магнита, но сейчас я склоняюсь к тому, что все-таки это обычная защелка. Кстати, вот тот самый случай, когда баррель сделан так, что ручку на колпачок надеть хочется. Лежит она в руке даже так неплохо, достаточно хорошо развесована, хотя вот, на мой взгляд, вот это длинновато, да, вот этот вот приклад, который у вас в руке здесь сзади оказывается, ну, по-моему, вот это слишком много веса, поэтому такой ручкой тоже, как и перьевой, как я обычно люблю, пользуюсь без надетого колпачка. Карбоновое волокно и сам баррель покрыты достаточно качественным лаком. Я сам много занимался велосипедным спортом и знаю, насколько покрытие карбона, к сожалению, иногда дают сколы, трещины, и здесь этой проблемы у меня нет. Это хорошая карбоновая трубка, хорошо заполированная, и ни трещин, ни царапин каких-то уродливающих пока на ней не появилось. Система подачи чернил. Ручка, картридж конвертерной заправки. В комплекте здесь шел картридж, который накручивается внутрь на резьбе, и сейчас не буду его снимать, поскольку ручка заправлена. Помещается сюда достаточно много чернил, и разбирается, и собирается удобно. И опять же, здесь то, что я люблю, металлический элемент ходит по металлическому, у вас нет риска, опять же, что там еще карбонового волокна, что вы перетянете, испортите или деформируете баррель. Теперь, что можно сказать о самом пере. Внешний вид пера мне достаточно нравится, хотя что-то как-то оно бедновато для лимитированного издания, хотя за 52 доллара, наверное, от ручки сложно ожидать каких-то великих чудес дизайна. Если говорить о том, как оно пишет, ну, давайте пробовать. Здесь, как говорится, разговаривать-то особо и не о чем. Монтеверде и Нова, лимитированное издание в 2000 изделий. Здесь перо сталь, размерность его F, подача у этого пера, скажем так, средняя, хотя для F-ки вот это вот достаточно неплохо, но здесь и чернила соответствующей текучести. Чернила здесь сегодня Diamine или Diamine, как принято говорить в наших широтах, зеленые под названием Kelly Green. Чернила, кстати, неплохие, почему-то вот для этой ручки они подходят особенно хорошо, мне нравится это. О вариативности говорить, честно говоря, у этого жесткого пера, ну, практически не приходится. Ходит оно вот на этих восьмерках неплохо и вполне-вполне приемлемо. Во все стороны это перо ходит достаточно комфортно, оно не дурно отполировано для дешевой ручки, обратная связь пресловутая у него выражена минимально, но вот что-то в ней есть такое, что делает ее, как-то сказать, не чувствуется никакого этого пера характера, что ли. То есть я понимаю, что это очень стандартное, хорошее, качественное изделие, но вот запомнить эту ручку в плане письма практически не за что. То есть, да, это в условно-бюджетном ценовом сегменте очень неплохо сделанный пишущий инструмент, но вот пущего желания схватиться за него и начать им писать, вести свои ежедневные записи, вот как-то у меня не возникает. Поэтому ручка действительно большое время простаивает. И, кстати, если говорить об этом, здесь невентилируемый колпачок, вот с чем не было у меня проблем, это с тем, что я эту ручку иногда заправлял и оставлял на несколько дней, даже на неделю и больше в ящике стола на рабочем месте. Никаких проблем с хардстартерами. То есть при словутых высыханий, да, вот я брал ее и начинал писать, как будто я ей пользовался всю неделю, у меня не было никаких проблем с этим. Ну и что, наверное, это уже придирки, но все-таки скажу, что немножко раздражает в этом бренде? Какая-то эклектика, да, Монтеверде, Монтеграппо, закос под Италию, при этом компания в Америке, при этом сама Монтеверде, горный массив, находится вообще, по-моему, на Канарских островах. Тут немножко пеликана, здесь карбон, даже не знаю, дань кому. Вот все-таки как-то общее лицо компании, оно слеплено из каких-то наиболее популярных стереотипов о том, что такое перьевая ручка, и видно, что очень сильно они хотят иметь отношение к Италии. Ну это как, не знаю, русский бренд, там, Борг, который выглядит по-немецки, а на самом деле компания русская. То же самое и здесь. У нас все как бы чуть-чуть итальянское, чуть-чуть пеликановское и чуть-чуть Монте, но при этом это совершенно типичная американская повседневная ходовая ручка, хотя и лимитированная серия. Ну и три вещи. Что мне нравится? Нравится цена, нравится перо для стартовой ручки с претензией, это не дурно. И нравится мне материал, карбон это оригинальный. Ну и что мне не нравится? Я уже сказал, не нравится вот это вот немножко придирочное мое осуждение о том, что ручка не вызывает эмоций. Не нравится мне тот элемент, что компания не имеет пока своего лица, может быть его ищет и найдет. Ну и третье, о чем я сейчас поговорю, будет отдельно и чуть-чуть в другом формате, и это немножко обескураживающе. Ну и в чем же разногласие, которое у меня возникло с перьевой ручкой Монтевердо и Нова принципиально? Вот здесь мы видим Монтевердо и Нова, а вот здесь мы видим еще один пишущий инструмент. Это мерч, это рекламная ручка, которую моя жена привезла с одного из своих мероприятий. Это ручка роллерная, я не показываю логотип компании, которая выпускала ее. Это обыкновенная роллерная ручка. Теперь играем в старую детскую игру на внимательность. Ищем отличия. Отличий? Ну практически нет. То есть вот мы смотрим на концы барреля. Да, здесь немножко отличается количество металла. Тут два колечка, тут одно. Дальше мы смотрим на колпачки. Ну окей, хорошо, ладно. Здесь карбон, тут все-таки пластик сэкономили. Немножко отличается форма клипа, навершия. Но в целом, ребят, это одна и та же по принципу своему ручка. Элементы для ее изготовления выпущены на одном заводе, немножко с разной фурнитурой, набранной. Ну даже я знаю название компании, которая выпускала вот эту бесплатную, ну для нас бесплатную ручку. И это компания Юма, у нее есть такие пишущие инструменты на сайте. Здесь такую ручку на сайте Юма Пент вы не найдете. Но это, как раньше говорили, в джунглях стоит завод и производит запчасти и элементы для производства пишущих инструментов. Ну и, коллеги, получается так, компания Монтевердо, не что же сумняшись, я просто заказала. Ну окей, у вас нет своей мануфактуры, вы на аутсорсе, но были заказаны элементы из достаточно недорогого источника. И, честно говоря, это просто хорошая китайская ручка, аналогов которой не счесть. Но вы наносите туда свой логотип, объявляете ее лимиткой и дальше, ну со всеми вытекающими, продаете через интернет. Я не могу сказать, что это меня как-то принципиально коробит и прям вот меня унижает и задевает. Но, откровенно говоря, такое отношение к клиенту и покупателю, наверное, не совсем делает честь. Поэтому вот здесь я, как в кавычках ценитель, наверное, должен сказать, что видя вот такой пишущий инструмент, который раздают на выставке, а потом получая вот такую лимитку за свои кровные, я не совсем теплыми чувствами в этот момент воспылал к производителю. И, наверное, вот это мое принципиальное разногласие. Если подводить, как говорится, итог, то ручка неплохая. У нее хорошее перо, она хорошо пишет. Картридж-конвертерная, удобная система заправки для новичка. И вы сможете всегда ее купить. Правда, лимитка, наверное, когда-нибудь выйдет, но я не вижу смысла за ней гнаться. То есть, скорее всего, она по уровню пера и качеству не отличается от нелимитированных серий в той же ценовой категории. Поэтому, если вам это интересно, вы можете пробовать, можете пользоваться. Главное, как говорится, не путайте ее с Монтеграппой, потому что это совсем другая история. Поэтому инструмент неплохой, но вот этот вот двойник мне от него впечатление подпортил. Поэтому редко делаю негативные обзоры, но вот этим не поделиться не мог. И поэтому желаю вам хороших пишущих инструментов и хороших впечатлений от них. Все, пока! Субтитры подогнал «Симон»!